Здарова, друзья! В прошлом видео о играх для слабого ПК я уже говорил, что немного экспериментирую с форматом и добавляю в топ новые игры, которые вышли в стиме уже в этом году и не являются прям мега популярными и известными, но все же многим могут приглянуться, так как выглядят весьма неплохо и отзывы получают очень положительные. Надеюсь, что и этот топ станет кому-то полезным и вы подберете для себя парочку игр, так что усаживайтесь поудобнее и... погнали! Lineage 2 это MMORPG, которая завоевывает мир еще с 2003 года. Игроки утверждают, что с годами игра стала только лучше и сбалансирование. Если же вы с этой игрой все еще не знакомы, то вам не стоит бояться того, что вы не догоните остальных игроков, если начнете играть только теперь. Ведь сейчас специально для вас в игре действует ускоренная прокачка, а при регистрации игры по ссылке в описании вы вовсе получите премиум аккаунт. Ссылочка в описании. Battlecast это экшн-РПГ от первого лица, действия которой ограничиваются темными подземельями. Но это не является игровой проблемой. Ходить и исследовать вам все равно придется очень много. Еще вам здесь много монстров предстоит убить, своего персонажа улучшать, новое оружие искать и по сюжету продвигаться. Графика здесь нормальная и не сильно требовательная, так что для слабого ПК самое то. Томатный Джонс эпизод 3. Это уже третья по счету часть приключений необычного помидора, который перекатывается по разным уровням, двигает предметы и обминает препятствия. В общем это необычный платформер со своей долей веселья. Игра не рассчитана на массовую аудиторию, но возможно кому-то такое понравится. Рептилоидс. Это офигенный боевик от третьего лица, в котором главный герой оказывается в центре инопланетного вторжения рептилоидов. В этой игре кто угодно может быть рептилоидом. Ваши родственники, бывшие коллеги, знакомые и уж тем более случайные люди. Так что вас будут пытаться убить все. И вы соответственно должны делать то же самое. Убивать всех, чтобы спастись самому и спасти свою любимую. Lightning War. Это экшен платформер с довольно таки приятной графикой и многоуровневым геймплеем, где вам предстоит играть за сверхтехнологичного робота, который оснащен последними технологиями современного вооружения. Соответственно это самое вооружение вам и предстоит применять, уничтожая сотни других противников и продвигаясь под достаточно длинным уровнем. Pixel to the West. Это фантастическая приключенческая игра основана на классической литературе путешествия на запад. Играть вам предстоит за разных героев и даже зверей. Вам также необходимо будет посетить множество разных миров и сразиться с разными тварями. В общем здесь вам однозначно будет чем заняться. Octogedon. Это однозначно один из лучших платформеров, которые уже были и будут в сегодняшнем списке. У него приятная графика, сочная и яркая картинка, многофункциональный геймплей, динамичные уровни и сражения с мобами плюс боссами. И еще наш осьминог может прикрепить себе абсолютно любые щупальца, тем самым меняя себе оружие и подстраиваясь под врагов. В этой игре очень много возможностей и она очень веселая. Рекомендую в нее поиграть. Octogedon. Aegis Defenders. Это еще один необычный платформер, но в этот раз кооперативный, с возможностью разделения экрана. Одному, конечно, в эту игру тоже можно поиграть, но это будет уже не так весело. Тем более, что здесь даже построение уровней отчасти рассчитано на совместное прохождение. Но в целом плохим платформером эта игру не делает, так что можете ее оценить. Aegis Defenders. Nightwolf Survival the Megadom. Это гоночки на уничтожение противника, где вам с нуля предстоит создавать и улучшать свой автомобиль, чтобы потом выйти на самую популярную арену в мире и одолеть своих противников. Вот только беда. Игра исключительно одиночная. Почему так? Непонятно. Но в принципе, если вам совсем уж нечего делать, поиграть в нее можно. Отзывы у игры положительные. Midnight Quest. Это приключенческая игра-головоломка. В этой игре вы помощник блестящего ученого, проводящего эксперименты со временем. Однажды в лаборатории происходит несчастный случай. Все идет не по плану и случается беда. И как это обычно бывает, теперь только вы сможете все исправить. Если, конечно, пройдете игру и решите все ее головоломки. Слэшер Скип. Это весьма необычная экшен-рпг. Рпг элементов здесь, конечно, очень мало, но все же, в этой игре, вооружившись мечом или топором, вам предстоит бродить по рандомно генерирующимся подземельям и убивать разных монстров. Рандомная генерация окружения разработчикам удалось добиться благодаря уникальному визуальному стилю игры, который выглядит достойно и много ресурсов не требует. Так что любой слабый ПК с легкостью потянет эту игру. Deadly Escape. Это небольшая эпизодическая игра в жанре сурвайвл-хоррор, но не от первого лица, как это обычно бывает, а с видом сверху. В этой игре вы должны пройти все главы одиночной кампании и ни разу не погибнуть, ибо жизнь у вас всего лишь одна. В этом, наверное, и есть смысл игрухи. Одна-единственная жизнь. Хоррор. И вот вам такой вот необычный челлендж. Пройти игру и не умереть. Proletarian Budget Survival. Это многопользовательский шутер от первого лица с очень даже хорошей графикой, прекрасными картами, здесь даже карпатские горы есть, но весьма простоватым геймплеем. Да, как вы уже поняли, ничего необычного. Ресаетесь на рандомной точке на карте, находите себе оружие и пытаетесь убить других игроков. Перебили всех и выжили? Поздравляю, вы победили. Bloodwaves. Bloodwaves. Это хардкорный и кровавый шутер, где вам предстоит отражать атаки живых мертвецов при помощи смертельных ловушек, оборонительных баррикад, а также оружием ближнего и дальнего боя. Коих в этой игре огромное множество, а еще здесь графика хорошая. Но игра, к сожалению, одиночная, так что по желанию оцените. The Little Smile. Да, это снова платформер, но в этот раз в нем вам предстоит играть за слизь и делать, в принципе, почти то же самое, что и в других платформерах. Единственное отличие, это, конечно же, визуал и дизайн уровней. В каждой игре он разный, поэтому и свою аудиторию подобные игры всегда находят. Заинтересованы? Тогда вперед. HelloNazi. Это шутер от первого лица с рандомной генерацией уровней. И да, это звучит и даже выглядит весьма неплохо. Суть игры максимально проста. Выбираете оружие, появляетесь на карте и пытаетесь убить всех врагов. Игра, кстати, одиночная. Зачистите один уровень, переходите к следующему. Цель игры зачистить как можно больше уровней. Knights of Hearts. Это Kingdom Come Deliverance на минималках и в 140 пи. Не, ну, смотрите сами. Мир средневековья. Вы появляетесь в небольшом королевстве. Начинаете прогресс своего персонажа с нуля. Постепенно его вооружаете и убиваете врагов. Возможностей и деталей здесь, конечно, намного меньше. Но с таким графоном выглядит все это очень забавно. Criminal Bundle. Это бюджетный вариант игры Payday. Серьезно, здесь все то же самое. Игра кооперативная. В ней вам необходимо выбрать и вооружить своего персонажа. А потом отправиться с друзьями грабить банк. Здесь вон даже сейф взламывать нужно. И даже маски у героев есть. Так что все очень даже похоже на всеми известный Payday. Понравилось? Тогда оцените. Stickman Annihilation 2. Серьезно, игры подобного жанра даже в представлении не нуждаются. Есть здесь, в общем, маленький человек, автомобиль. И чертовски неровные и нереально кривые карты, по которым вам предстоит проехать. А физика у игры? Ну, думаю, вы и сами все прекрасно знаете. Любая кочка или вмятина на дороге может закончиться переломом или даже отрывом ваших конечностей. Apocalypse Cove это очень кровавый и динамичный платформер, где вы, играя за маленькую девочку и вооружившись катаной, будете крошить своих врагов направо и налево. И их здесь, кстати, будет очень много. Они еще вооружены огнестрелом, ну и конечно же боссы здесь тоже имеются. Визуал на высоте, геймплей тоже и возможность играть с друзьями тоже есть. Идеально, смело можете в нее играть. Бен и Эд Блуд Парти Это продолжение, думаю, известной для многих игры. Скорее всего, конкретно вы в нее даже не играли, но возможно слышали или видели, потому что она была чертовски популярна у стримеров. Ибо здесь дохрена наркомании. Суть игры проста. Выбираете себе зомби и бежите преодолевая полосу препятствий. Звучит все это, конечно, очень просто, но вот только вы по пути к финишу на части попытаетесь не развалиться. Ведь здесь все вокруг построено для того, чтобы порезать вас на мелкие кусочки. Поэтому пробежать полосу препятствий зачастую очень сложно. Ну а на этом, пожалуй, все. Не забывайте поставить данному видосу лайк, оставить свой царский комментарий, нажать на колокольчик и подписаться на канал, чтобы не пропускать моих новых видео. Ну а также вы можете вступить в группу ВКонтакте, где найдете много интересных новостей по фильмам, играм и сериалам. И еще обязательно заглядывайте на мои стримы, которые проходят каждую пятницу в 16.00 по МСК на этом YouTube-канале. Всем удачи, друзья, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok